Придумали черлизинг за океаном. Отсюда и все термины англоязычные. Например, чердэнс. Это направление сочетания танцевальных и акробатических элементов. Или соревнования в другой номинации чермикс. Иначе говоря, выступления смешанных команд. Юношей, правда, в командах меньше, чем девушек, но все в их руках. Функция у нас очень тяжелая. Мы поднимаем девушек, строим пирамиды и задаем жесткий ритм нашей программы. Это и тяжелые нагрузки физические, и акробатика, и танцы. Это все вместе действительно очень интересно. Активными чердлидерами были и певица Мадонна, и актриса Мэрил Стрик. Важный момент, о котором говорят профессионалы. Команда чердлидеров и группы поддержки, заполняющие паузы во время матчей, ничего общего между собой не имеют. Есть спортивный чердлидинг, который спортсмены сегодня соревнуются между собой. Есть группа поддержки, да, это девушки, которые с помпонами поддерживают спортсменов на матче. Некоторые команды это совмещают. Некоторые занимаются только спортивным чердлидингом. То есть кто-то только танцует с помпонами. Но это абсолютно разные вещи, которые живут друг от друга далеко. Программа длится около трех минут. Судьи оценивают все, начиная с командной кричалки перед началом выступления. Важно, как спортсмены смогли настроить зрителей. Особое внимание акробатическим элементам. Поддержки, пирамиды, различные воздушные трюки, выбросы. Важно исполнить все не только без помарок, но и синхронно. Очень большой секрет. Мы просто считаем, делаем все под шок. Восьмерка. И вы этого не слышите, зрители. Вы слышите только музыку. Но мы внутри команды всегда считаем и подсчет всегда укладываемся. Получается синхронно и красиво. Как вид спорта чердлидинг появился недавно. Европейская федерация была образована всего лишь 20 лет назад. Международная появилась позже. И тем не менее, совсем недавно чердлидинг получил временный олимпийский статус. Три года на нас смотрят. Мы должны подработать правила. Посмотреть, какое количество спортсменов на соревнованиях происходит. Выступает, отчитаться перед ног, привести все в соответствие с правилами. И если это все соответствует, то мы имеем полную уверенность в том, что мы можем войти уже тогда по-настоящему как в полноценный вид спорта в олимпийскую семью. Пока что это долгосрочные планы. А ближайшие связаны с весной, когда в Петербурге на арене юбилейного пройдет серьезный международный турнир «Северная Пальмира». Людмила Бурим, Владимир Абухович, Дмитрий Долгов, Андрей Романов. Вести Петербург.